Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал, начиная новый влог. Мы тут недавно, точнее я и мои дети вместе с классом, у меня скрипит стул, меня самой-то бесит, были на экскурсии. Я вам в конце видео вставлю кадры и еще я немножечко снимала, была в магазине Globus. Вставлю в этом видео, но прежде я хочу вместе с вами распаковать свою посылочку. Вы знаете, я любитель, огромный любитель парфюмерии. После Нового года я как раз заказала себе парфюм, вы знаете, я уже заказывала и не один раз, от PD Paris. Это сертифицированная парфюмерия. И это классная парфюмерия, классные сами ароматы. Единственное, что, ну, такая цена, да, достаточно доступная цена у них из-за того, что, ну, простые флаконы. Я заказала себе в стекле. Вообще думала выбрать мне один аромат или два, или больше. Ну, в общем, как всегда. И решила, нет-нет-нет, все, я буду вот использовала, купила новый, использую, закупила новый. Короче, я заказала один аромат, это у меня Intense Cafe, и в итоге не удержалась, захотела себе еще один аромат и заказала. На самом деле зря я так сделала, надо было сразу заказать два, потому что на сайте у них есть акция 1 плюс 1 равно 3. И от 3 тысяч бесплатная доставка. Ну, вот у меня вышло именно вот так. Вообще, это масляные ароматы, и они держатся, они держатся целый день. То есть с утра вы на себя нанесли, реально целый день держатся. И если на одежде, то мне кажется, ну, не кажется, а точно и на следующий день от одежды тоже веет ароматом, а то и больше даже. В общем, заказала первый аромат я себе именно от P.D. Paris Intense Cafe. Классный аромат. Он такой, такой кофе с шоколадом, но при этом неприторно-сладкое, знаете, такое даже немножечко прохладное такое, знаете. Наверное, холодное кофе с шоколадом почему-то вот мне ощущается именно таким образом. Аромат просто обалденный. Ну, и я, короче, решила. И на самом деле вот этого аромата хватает вот буквально один пшик, и вы будете благоухать. Поэтому у меня тут совсем чуть-чуть его ушло. И второй аромат. Все раздумывала, заказать мне сразу или... Ну, в общем, вы поняли, да? В итоге все-таки пришел мне этот Intense Cafe. Я давно, кстати, хотела его попробовать. Я буду вскрывать вместе с вами. Вот. И думаю, ну нет. Я хочу еще и вот этот аромат. Очень хочу. Так. Тем более пока еще морозы у нас не ушли. Ну, как у нас в этом году в Санкт-Петербурге нету прямо такой, знаете, сильный... Кстати, я заказывала с Деком. Ну, до пункта выдачи просто. Ну, написала, что до пункта выдачи. Пришла, забрала, когда мне удобно. Чтобы... Да? Так. Смотрите, все хорошо запаковано. Здесь еще, так как у меня один аромат, здесь еще, видите, вот так вот прокладывают вот такую вот, ну, просто скрученную, чтобы он не болтался по коробке и ни каким образом, ну, не побился, ни поломался. Да? Вот. И второй аромат, который я заказала, сейчас вместе с вами попробую, это у меня Last Cherry. Очень тоже хотела. Я нанесу чуть-чуть, потому что знаю, что аромат такой... Ой, ну, это вообще вишня. Прям вишневое варенье, знаете, такое с... Знаете, когда в варенье кладут еще вишневый лист. Вот это вот примерно, примерно то же самое. Ой, слушайте, вот это вообще обалденный аромат. Вот эти теперь два аромата. Надо было сразу два, и мне третий был бы в подарок. Девочки, имейте в виду, не поступайте, как я. Воспользуйтесь обязательно акцией. Ссылкой я вам оставлю. От трех тысяч бесплатная доставка. Там есть, ну, я взяла, заказала в стекле. Есть еще в пластиковых флаконах по 30 миллилитров. Здесь у меня 100 миллилитров. Пластиковые флакончики, вот эти вот маленькие, а их как раз удобно брать с собой, да? Какие-нибудь поездки и путешествия и тому подобное. Но я заказала, чтобы у меня был на полочке. Стояли вот эти два аромата. Лас-Черри вообще, слушайте, ну он такой прям насыщенный. Прям такое вишневое варенье с листом вот этим вот вишневым. Прям вообще обалденное. Вот. Так что обратите внимание, я с огромным удовольствием пользуюсь вот этой парфюмерией, потому что они реально стойкие. Целый день. С утра вот один пшик, вот это интенс кафе, достаточно один пшик и все. И до вечера я была глухая. Ну и плюс цена очень даже неплохая. Тем более, ну, для разнообразия своей коллекции. И вообще для разнообразия, когда хочется чем-то таким эдаким надушиться. Вот как раз самое то. Мне очень нравится эта парфюмерия. Я пользуюсь с огромнейшим удовольствием. И считаю, что это прям очень достойные парфюмчики. И я прямо вам от всей души реально советую. Вот. Обязательно переходите. Ссылочку оставлю внизу под этим видео. Ласт черри вообще огонь, девочки. Всем советую. Прям всем. Но это единственное, что это такой прям вот такой сладкий. Прям варенье. То есть это на зиму. Именно зимний аромат. А интенс кафе, мне кажется, и весной тоже отлично будет. Потому что он такой прохладненький. Это не сладкое такое кофе. Вот. В общем, супер. Я очень-очень довольна. Так что ссылочку обязательно вам оставлю. Вот. Ну и я еще ходила, как сказала уже, в магазин. Да. И магазин Globus. Да. Он правильно называется. Немножко там поснимала. Давайте вам покажу. Потом экскурсию. Немножко. Магазин Globus. Привезли туда резиновые ботиночки. Всякие разные. Мне, кстати, нужно гулять с моими девчонками. Вот 1200. Вот такие вот. Мне они очень понравились. Я, правда, не примеряла. Единственное, что мне нужны именно для прогулок с собаками. Да. Чтобы, ну, не намокали ноги. А здесь вот мне понравилось то, что они без баечки, без всего. Что можно и на теплую погоду. Да. Единственное, что шнурки. Они, конечно, симпатичные, прикольные. Но шнурки. То есть, если я, допустим, вышла гулять и пошел дождь с собаками, пока я дойду до дома, наверное, все-таки не очень практичны резиновые сапоги. В отличие вот от этих, да. Они симпатичны. Единственное, что видите, на вот этих розовых и бежевых, наверное, будет видна вся грязь. Ну, в общем, непрактичные они. Но очень мягенькие такие. Я тоже их не примеряла. Мягенькие, симпатичные. 1199, да. Вот. Но меня тянет куда-то не туда. Мне, на самом деле, нужны более практичные. Но я хочу вот без такой баечки, чтобы... Ну, либо со съемным вот таким носочком, да. Что можно было, допустим, и летом одеть. Потому что бона моя гуляет в любую погоду. И если я с ней не хожу гулять, то, конечно, она очень сильно расстраивается. Поэтому, в общем, посмотрела. Но ничего не прикупила. Просто прогулялась. 549 вот такие стоят, да. Резиновые ботиночки. Ну, очень прикольные. Такие всякие разные, разноцветные. Надо будет мне потом вернуться обязательно за резиновыми ботиночками. В общем, обещала вам поснимать. Я захожу в этот магазин очень часто в последнее время. Потому что мне нравится цена. Конечно, не все товары качественные. В основном это производство Китай. Но есть и очень даже неплохие. Например, те же резиновые сапоги, ботинки. Не знаю. Они, ну, для прогулок с собаками покупать какие-нибудь там за 2-3 тысячи. Я вообще не вижу смысла. Вот. Еще, кстати, вот такие вот ботинки прикольные. Это даже не замша. Это просто ткань. Вот такие мне понравились. Как раз для нашей, для питерской погоды, для нашей слякоти. Они, это не кожа, не эко-кожа, а какой-то такой прирезиненный материал. Правда, видите, они вот такие вот грязные. 2,299, который поносил сезон и выбросил. Не жалко. Хотя, может быть, даже не сезон, а больше. Можно будет их поносить. Высокая подошва. И у нас же сейчас то холодно, то слякоть, то, в общем, посыпают еще всякими реагентами. И хорошую обувь, конечно, очень жалко, потому что она испортится. А вот такое вообще, мне кажется, отлично. Но я, еще раз говорю, не купила никакую обувь. Просто тут походила, посмотрела, поснимала, потому что обещала и, как всегда, забыла. Но я, если честно, такими набегами здесь бываю. Верхняя одежда, кстати, есть очень даже достойная. Есть даже пальто, я видела, с натуральным мехом, отделкой натурального меха. Причем этот мех не лезет. Ну, по крайней мере, я его так пощупала, пощипала, можно так сказать. И он не облезал вообще. В общем, мне нравится этот магазин. Ну, и, конечно, экскурсия. Немножко поснимаю вам по городу, как мы ехали. Это была суббота, 11 часов утра. Вот такое вот у нас питерское утро. Это наша расплата за белые ночи. Вот, серо-пасмурно у нас так, в принципе, достаточно часто. То есть, когда выглядывает солнышко, это редкость для нашего города именно зимой. Чаще всего солнце бывает, когда морозы, когда там минус 5, минус 10. Вот тогда чаще всего выглядывает солнышко. А когда что-то такое среднее, 0 плюс 1, минус 1, то практически всегда вот такая погода. Да, вот здесь мы ехали на автобусе и по центру города. Экскурсия у нас была посвящена дню снятия блокады Ленинграда. Эта дата у нас всегда, ну как, не то чтобы отмечается, а всегда ей уделяется очень много внимания этой дате. И я считаю, что это правильно. И в школе об этом говорят, и тематические экскурсии, и, в общем, практически весь январь, то есть еще задолго до этой даты, об этом рассказывают и учителя. И, в общем, да, память, она, конечно же, важна очень. Вот, ну и у нас соответствующая была экскурсия. Обычно на экскурсии ездят к Дороге жизни, к памятникам, но у нас была несколько иная экскурсия. Мы поехали, ну, по центру города, и экскурсовод нам рассказывал, каким образом спасали в дни блокады именно памятники, да, что их закапывали в землю, прятали там-сям. Мы, в общем, пытались сохранить, чтобы не повредились они от бомбежек, которые были, да, в Ленинграде. Вот, ну и различные тоже исторические факты, связанные с этим днем. В общем, очень интересно рассказывала у нас экскурсовод, очень классный. Вот, вот такую витрину я увидела. Это мы на Малой Садовой были, около Малой Садовой. Я снимала, на самом деле, ну, бегом-бегом, потому что мы тут переходили с детьми дорогу, пока ждали светофоры, немножко посняла. Посмотрите, как классно, все эти фигурки шевелятся, очень красиво. Прям вообще дети все, конечно, тут подзависли. Вот такая вот витрина. Кстати, забыла посмотреть, к чему она относится, к какому-то магазину или что. И здесь памятник Ольге Бергольц. Это, ну, ее называют блокадной музой Ленинграда. Находится этот памятник около дома Радио на Малой Садовой. Мы как раз-таки к нему сюда и двигались, скажем так. Здесь еще вот там промелькнул памятник фотографу. Вот, и, в общем, такая вот улочка. Мы тут как раз прогулялись. На самом деле было холодно, ветрено. Очень многие детки у нас, к сожалению, замерзли. Вот, но нам рассказывали про Дом Радио, потому что это является историческим памятником, в том числе и относящимся к дню снятия блокады, потому что там жили и работали, и, к сожалению, умирали, поддерживали, скажем так, жизнь в блокадное время. Вот. В общем, вот такая вот у нас получилась экскурсия. На самом деле мы ехали в аптеку доктора Пеля. Я вообще, честно говоря, не знала, что у нас есть такой музей, пока не предложили такую экскурсию. Я вам клянусь. И не я одна, потому что с нами ездили тоже родители, ну, детей некоторых, да, и они тоже были очень удивлены, точнее, не удивлены, а впервые от... Вот, кстати, я немножко. Меня тут поснимал сынок. У меня, как я выгляжу. В общем, да. Вот музей-аптека. Очень внутри классно. Просто такая атмосфера, просто, я не знаю. Атмосфера, конечно, здесь очень такая, ну, очень классная. Конечно же, аптека, это имело свое значение в дни блокады, да. Здесь готовили хвойный настой, который помогал при цинге, то есть, как это сказать, восполнял нехватку витамина С. Плюс здесь было... Кстати, вот такое мыло, да, в витрине там стояло, но о нем не рассказывали. Мне кажется, вот такое земляничное, оно было у меня в детстве. Я могу ошибаться, но очень знакомая этикетка лично для меня. Здесь также было бомбоубежище, куда приходили во время бомбежек. Вот, ну, в общем, аптека старалась помогать тоже, как могла. Здесь, кстати, такое бомбоубежище тоже был, ну, как в подвале, да. Такой, как медпункт небольшой обустроенный, много выходов, входов различных. И, в общем, здесь как раз-таки во время бомбежек были. Ну, и все, что связано с блокадой, вот как раз-таки приготовление витаминного напитка из хвои. Нам про него тоже очень много рассказывали, да, на этой экскурсии. И, да, в общем, было очень интересно. Но я реально впервые услышала о том, что у нас есть такой музей. Ну, мне кажется, у нас есть везде музеи. Их, там, я не знаю, приехать на две недели, обойти все музеи Санкт-Петербурга, это нереально, просто нереально. Вот, поэтому даже вот я, как житель, им тоже не знала о том, что есть такой музей, представляете. Но, оказывается, есть. И здесь вот готовили вот этот напиток, который раздавали, чтобы, чтобы восполнять витамин С. В общем, очень понравилось. Детям тоже очень понравилось. Девушка, которая проводила нам экскурсию именно по самому музею доктора Пейля, тоже очень такая... Ну, знаете, вот когда человек, вот прямо вот... Прямо это его прям очень видно. И, в общем, всем нам очень понравилась экскурсия. Была очень-очень классная. Ну, я не снимала уж тут, потому что я ездила с детьми, были дети, то есть они выходили, и я немножечко для вас снимала. Тут тоже всякие вещи, связанные с алхимией. Ну, я немножко тут прослушала, что тут было, если честно. Вот такая вот классная аптека. Мне она так понравилась. Вот, знаете, как вот прямо из какого-то фильма детективного, вот времен там... Не знаю. Ну, в общем, очень классно. Вот. Так что, да, мне также очень приятно, что вам нравится, когда я снимаю вот какие-то такие экскурсии и тому подобное, и вы оставляете положительные отзывы. Так что еще куда-нибудь поедем, обязательно буду для вас снимать. Вот эти вот баночки все, мне так они нравятся. Прям вообще обалдеть, да? Вот. Очень. Прямо такая аптека атмосферная. Классная. Здесь ничего не продается. Здесь просто... Это просто музей, получается. Вот. Здесь вот как раз... Выдавали, кстати, в этой аптеке также кипяток. Вот. Ну, в общем, все здесь связано с временами блокады. Конечно, для каждого коренного жителя это является частичкой истории его семьи. У меня бабушка моя жила в блокаду. Здесь она потом была эвакуирована. Я, конечно, не всю блокаду пережила, но все-таки кое-что даже рассказывала мне, как жили. Это некая такая память. Вот. Здесь мы уже возвращаемся домой. Время 3 часа дня. Погода не изменилась. Все то же самое. Вот. Ну, а я на сегодня уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Вам нравится ездить вместе со мной на экскурсии. Они, конечно, у нас такого детского формата. Ездили мы с первым классом. И много что такое рассказывали. Ну, чтобы это было как-то доступно для ребенка, да, для 7-8 лет. Поэтому саму экскурсию уж я то, как экскурсовод, что рассказывала, что не снимала. Но надеюсь, что из того, что я наговорила, вам тоже было интересно. И немножечко, конечно же, Санкт-Петербурга города. Я знаю, что многие из вас любят мой город. Я тоже его обожаю. Всех люблю. Целую. До новых встреч. До новых встреч.